Субтитры создавал DimaTorzok 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 И затем можно разделить все эти молекулы на молекулы, которые обеспечивают дальний действующий градиент, например, нейтрин и слит. И также молекулы, которые обеспечивают ближние действующие градиенты, например, семафарин-3 и семафарин-2. Ну, в общем, если говорить, то в более частых случаях нейтрин обеспечивают химоатрактивность, а слит обеспечивает как раз-таки репульсивность и отталкивающее действие. Если изучать механизм, почему, собственно говоря, эти леганды и их рецепторы изменяют рост аксона, то в основном все завязано как раз-таки на актиновом цитоскелете, который находится в филоподиях. То есть через сигналинг рецепторов это приводит к изменению динамики актина в конусе роста и, соответственно, изменению морфологии и роста аксона в ту или другую сторону. То есть в основном это действует через рак, рычо, CDC42 и CDK5 рецепторы. С другой стороны, собственно говоря, эфрины, они очень примечательны тем, что у него есть прямой и обратный сигналинг. То есть на клетку, на которой экспрессируется рецептор, также оказывается, изменяется динамика актиновых филаментов. И в то же время клетка, которая несет сам леганд, может осуществляться сигналинг либо через интегрин, как для эфрина А, так и для эфрина Б напрямую. Эта система очень важна, допустим, при переключении состояния. Когда у вас аксон, который несет рецептор, он растет до клетки, которая несет леганд, затем у вас происходит переключение состояния, то есть вот это взаимодействие. Уже у вас клетка, которая несет леганд, может начать экспрессировать репульсивную молекулу, и аксон может расти уже от нее в другую сторону. Если говорить о математическом моделировании, то и вообще как происходит взаимодействие, то конус роста это своеобразный такой интегратор всех молекул, которые его окружают. Но наибольший ответ наблюдается именно при концентрации леганды, которая соответствует констанции диссертации леганды и рецептора. В то же время из экспериментов с инвитро известно, что один и тот же ответ на молекулу может наблюдаться как, может быть аттрактивным и репульсивным, и это может моделироваться при различных внутренних состояниях конуса роста. Например, при низкой концентрации кальция в конусе роста может на эту молекулу наблюдаться аттрактивность, либо при высокой концентрации кальция может наблюдаться репульсивность. Собственно говоря, это и рождает все те вариабельности, которые могут наблюдаться при конечном состоянии составных частей. И также может влиять при развитии каких-то проекционных путей. Однако основную информацию о развитии проекции в головном мозге в основном получена при изучении либо мутантов, либо мутаций, и также изучении проводящих путей в этих случаях. С другой стороны, взаимодействие нескольких рецепторов из разных классов также может рождать разные ситуации. Допустим, нейтрин в большинстве случаев как раз аттрактивнее. Но, как были недавно идентифицированы, что при взаимодействии рецептора DCC, нейтрино DCC и с рецептором роба, его аттрактивность меняется на репульсивность, именно к нейтрину. То есть, как-то классифицировать сами рецепторы представляется довольно сложно. Но при изучении как раз-таки проводящих путей в нокаутах и в других живых системах, то есть, вся основная информация получена именно оттуда. Хорошим примером сложной системы нейрональных связей, которая с переходом в середина линии, является как раз-таки проекция ганглионарных нейронов сетчатки. Так, как видно из фотографии инъекции нейронального трейсера в сетчатку глаза у лягушки, из проекции вентролатеральной части сетчатки, они проецируются и псилатерально. В то же время, как и остальной части сетчатки, они проецируются контрлатерально. Собственно говоря, как же все это получается, так ганглионарные нейроны сетчатки, они вначале отталкиваются от ламинина, который находится на дне глазного бокала. И в то же время притягиваются к градиенту нейтрина, который находится на выходе оптического нерва. В то же время, после того, как они доросли до места выхода, сочетание ламинина и нейтрина для них еще более является отталкивающим. И так он продолжает солнцевый рост до момента, где как раз-таки наблюдается перекрест на другую сторону. То есть, там же наблюдается очень интересный градиент, так что до перекреста, до хиазмы и после наблюдается градиент слито, а в самой оптической хиазме высокая концентрация фрина B2. В то же время, именно нейроны вентролатеральной части сетчатки экспрессируют рецептор FB1 к этому эфрину. И что в этом месте их заставляет отталкиваться от этого эфрина. Нейроны в остальной части сетчатки не экспрессируют этот эфрин и свободно пересекают оптическую хиазму. В то же время, что заставляет экспрессироваться этот эфрин, был идентифицирован транскорпляционный фактор ZIG2, который как раз-таки, ну, нокауты по нему в гораздо меньшей степени образовывали связи с ипсилатеральной частью сетчатки. И было установлено, что ZIG2 именно индуцирует экспрессию фрина B1 в этой части нейронов сетчатки. И в то же время в другой, в остальные нейроны сетчатки экспрессируется транскрипционный фактор ESL2, который даун регулирует ZIG2. То есть они образуются, эти транскрипционные факторы образуют сеть, которая как раз-таки управляет всей программой развития проекции нейронов сетчатки. Но это до развития, до перекреста хиазма. В переднем же мозге существует три проекционных пути, соединяющих полушария мозга. Так у высших млекопитающих это антиринальная комиссура, затем гиппокомпальная комиссура и мозолистая тела, то есть корпус колоза. Самое главное, что мозолистая тела это достижение высших млекопитающих. Так у сумчатых мозолистая тела отсутствует, а у лягушек и ящериц вообще можно сказать только присутствует антиринальная комиссура. И есть небольшой аналог гиппокомпальная комиссура, это полиполиальная комиссура. В то же время феномены недостаточного развития проводящих путей присутствуют, можно встретить и у человека. Так вот, например, фильм «Человек дождя» посвящен как раз таки одному человеку, у которого был недостаток развития проводящих путей. Так про образ главного героя, это Ким Пик, известно, что он не имел мозолистого тела и не имел антиринальной комиссуры. Но в то же время это не мешало ему запоминать огромное количество информации. И в то же время Ким Пик мог читать книги сразу две страницы за раз. То есть левым глазом он читал левую страницу, правым глазом он читал правую страницу. Но чаще всего страницы как раз таки встречаются недостатки, то есть дисгенез именно мозолистого тела. Так, например, частота встречаемости это где-то в 4 на 1000 человек. При недостатках развития каких-то проводящих путей, ну вот как показано мозолистого тела, часто наблюдается, что аксоны образуют пучки и либо, это называется пробс-бандл, останавливаются в том месте, где они должны были пересечь срединную линию. Либо же они наберут другой путь, но могут направляться в другое место. Вот как здесь, в септум они направились, встречаются мутации, когда, например, нейроны, которые должны были образовывать кортико-кортикальные связи, наоборот, начинают образовывать кортико-спинальные. То есть их аксоны направляются в сторону ствола. Также при развитии мозолистого тела, это многокомпонентный процесс, в котором участвуют также клетки специальной глии, направляющей. Это называется глиальный клин, ну или глиал-вэдж. И также клетки индусиум грифеум, то есть это серое вещество, которое находится рядом с мозолистым телом. Вообще процесс образования корпуса колоза можно разделить на три стадии. То есть первая стадия, это где-то на Е15 развитие мыши, как раз заканчивается спецификацией вот этой вот направляющей клеток глии. То есть они вышли из методического цикла и начинают поселиться в своих окончательных местах. И, собственно говоря, есть транскрипционные факторы, которые определяют спецификацию именно этих клеток глии. То есть это, допустим, NFA и NFB. И, соответственно, если не образуется эта глии, так же потом не образуется мозолистого тела. Затем на второй стадии, это где-то Е16 у мыши, растут первые пионерные аксоны, которые уже перешли, но их рост немного другой, чем всех остальных. И так же к месту перехода на другую сторону подрастают все остальные аксоны и к месту направляющей глии. И, соответственно, в этом процессе задействованы гены, которые как раз-таки привлекают вот эти аксоны к серединному месту. И леганды, которые экспрессируются самими клетками направляющей глии. И затем уже после того, как произошло взаимодействие вот этих растущих аксонов с направляющей глии, происходит переключение состояния. И уже аксоны растут от нее через середину в другое полушарие. Ну, вообще, если сделать какую-то обобщающую картину, то аксоны вначале привлекаются градиентом нейтрино и СМА-3С как раз-таки к середине, там, где это направляющая глия и серединная линия. Затем уже после того, как они подросли к направляющей глии, происходит взаимодействие как раз-таки через эфрин и эфрис, эф-рецептор аксонов с этой направляющей глии. И происходит переключение состояния, и уже направляющая глия экспрессируется с ЛИТ-2, а нейроны экспрессируются РОБА, то есть СЛИТ-элегант. И уже аксоны с ЛИТ-элегант, это ревульсивная молекула, и уже они начинают расти от направляющей глии в другое полушарие. Самое главное, что вот эти леганды и рецепторы, вообще градиент одних и тех же легандов наблюдается по-разному в мозге. Допустим, нейтрин участвовал, то есть есть градиент нейтрина, который идет из базальных ганглиев, но еще нейтрин может участвовать при перекрестке пирамидального тракта на другую сторону в продолговатом мозге. И в большинстве случаев нокауты по этим легандам и рецепторам проявляют какой-то комплексный фенотип, и у них нарушено сразу несколько проводящих путей. Допустим, в нокауту по нейтрину нету сразу трех комиссур, то есть ни гипокомпальной, ни антеринальной, ни мозолистого тела. А допустим, у рецептора роба, у нокаута по рецептору роба нету только корпус колозума и гипокомпальной комиссуры, но есть антеринальная. То есть одни и те же леганды и рецепторы участвуют в образовании сразу нескольких проводящих путей в мозге. С другой стороны, при идентификации транскрипционных факторов, которые управляют как раз таки программой, которая запускает экспрессию тех или иных рецепторов, ясности гораздо больше. Так, например, если рассмотреть кортекс, то существуют транскрипционные факторы, которые экспрессируются в верхних слоях, например, как САДБИ-2, вот этот он зеленый, либо которые экспрессируются в нижних слоях, это как СИТИП-2, он тут красным, либо ТБР-1, либо ФЕЗЛ, они в нижних слоях. Причем, как раз таки, большинство кортико-кортикальных проекционных нейронов, они находятся в верхних слоях. В то же время нейроны, которые образуют связи кортико-спинальный и кортико-таламический, то есть кортико-мостовые, они как раз таки находятся в нижних слоях кортекса. При анализе режимов мутантов по САДБИ-2, то есть, как видно, лонокин, экспрессирующий человечную фосфатазу вместо САДБИ-2, эти нокауты не имели корпус колозума, но их нейроны, которые должны были проецироваться в другой полушарии, они образуют как раз таки кортико-спинальной связи. У нокаутов же по ФЕЗЛ как раз наоборот, нет кортико-спинальных связей, а его реакционы, которые должны идти кортико-спинально, они в основном начинают проецироваться в другой полушарии. Если суммируя все, то можно сказать, что вот эти транскрипционные факторы САДБИ-2, СИТИПТУ и ФЕЗЛ, они образуют сеть, причем с взаимной негативной регуляцией, то есть клетки, которые экспрессируют САДБИ-2, они не экспрессируют СИТИПТУ, ФЕЗЛ и ТБР-1. В то же время те, которые экспрессируют ФЕЗЛ, они не экспрессируют САДБИ-2. Они как раз таки запускают ту программу, которая определяет, образуют ли нейрон кортико-спинальные проекции, либо кортико-кортикальные, либо кортико-мостовые проекции. И то есть нейроны, которые сразу вышли из, постметодические нейроны вышли из цикла, начиная экспрессировать вот эти вот транскрипционные факторы и определяют свою дальнейшую спецификацию по тому или иному проекционному пути. Ну это как раньше рисовали картинку, там где шарик скатывается в разные ложбины. Но с другой стороны, именно почему эти транскрипционные факторы запускают именно программу, допустим, если экспрессировать постнатально только ФЕЗЛ, ФЕЗЛ в нейронах, которые уже образовали кортико-кортикальные проекции. Если его начать экспрессировать в этих нейронах, эти нейроны начинают как раз таки образовывать кортико-спинальные, то есть их аксоны идут уже через внутреннюю капсулу вниз в сторону ствола. И вот это предполагает предположить, что эти транскрипционные факторы, вот эта сеть может быть использована при прямом репрограммировании клеток нервной системы из одного типа в другой. Ну вот, были идентифицированы другие транскрипционные факторы, но именно в переднем мозге и в кортиксе в основную роль спецификации занимают вот эти пять факторов. Ну все. Так, вопросы, пожалуйста. Пожалуйста, вот точная локализация. То есть мы сейчас сказали, видимо, о механизме глобальном направлении, каких-то больших факторов, например, соответствия кортико-кортико-насетчатке и соответствия на длительном поле, например, да, такие тонкие отношения. Вряд ли они химические как-то имеют. Архитектоническая карта? Я имею в виду, в соответствии с изображением, на сетчатке, то что вот... Так, ну... Ну, как и сеть, ну, друг, 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 так, располагаются очень точно, и аналогично они располагаются потом на зеленом поле. Скажем, в новом мозге. То есть вот это вот тонкое направление, оно химическим способом... Да, да, да. То есть это так же вот как раз-таки... Сейчас, секундочку. Ну, я понимаю, что тракт может быть. Нет, нет, тракт, да. Да, 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 там как раз-таки потом будет наблюдаться взаимный градиент двух... То есть вы считаете, что клиентам нужно такие думки... Ну, это уже показано было, то есть вот... Я не понимаю, действительно, вопрос, почему они не перепутываются. Ну, хорошо, они идут в некотором одном направлении. Но, так сказать, у вас должно быть соответствие более-менее пространственное. То есть тот, который отходит левее от сетчатки, должен левее войти в это самое, зрительное поле. Нет, там как раз... Нет, вот потому что в текстуме там как раз будет градиент, градиент эфрина. Там как бы эфрина экспрессируется градиентно, и вот как раз-таки его рецепторы в этих клетках тоже градиентно экспрессируются. Ну, то есть это уже показано, что из-за взаимной градиентной экспрессии рецепторы и элеганда вот как раз-таки образуется вот эта архитектоническая специфическая связь. Но электрофизиологически это уже гораздо тоньше. То есть вначале у вас нужно создать систему, а вот это как раз определяется вот этим. Это уже точно показано, что... Ну, по крайней мере, вот на зрительном карта образуется как раз за счет этого. Ну, да, как бы все основные такие глобальные связи как раз-таки происходят в процессе эмбрионального развития. И это используются в основном не электрофизиологические связи, да, а вот как раз-таки... Детальная доводка, это он потом... Да, 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 а потом уже, после рождения, конечно, он там может увеличить количество синапсов. Вот меня в этой всей истории больше смущает, что у вас когда... Ну, вот это та, что моя любимая, это история про жирафа и про вот этот лазус, да. Значит, вообще говоря, все это происходит в эмброгенезе, когда ни то, ни другое, скачу мост незрелый. И еще и вот эта глотка, вообще, мишень незрелая, да. То есть, строго говоря, у вас идут одновременно два процесса дифференцировки и этого самого, и компьютера, и периферии. И одновременно должно устанавливаться в этот цель. Или оно произведено после произведения. Ну, тут, смотрите, у вас же даже в маленьком эмбрионе тоже есть градиенты, во-первых, морфогенов, да? Вот, и у вас одни градиенты, потом рождают градиенты других молекул. Допустим, вот у вас градиент Соник-Хичкока, он вначале идет, да? Он потом уже, он рождает другие градиенты, и потом уже есть дифференциальная экспрессия других градиентов. И, понимаете, вот в это же время идет вот множество нервов, множество аксонов. Ну, как они разбираются, к какому, куда вообще прийти? Ну, так сложилось же. Как вам, как вы меня обвиняете? Так, вот просто еще раз. Пожалуйста. Так, пожалуйста. Я только, я и не стал, по другим животным, какие-то данные есть, которые не есть. А, ну, по животным, ну, как бы, кто смотрит в популяциях? Ну, как бы, известно, что вот некоторые, некоторые в линии мышей, да, у них могут наблюдаться небольшие нарушения вот мозолистого тела. Вот, например, 129-е у них там меньше, да? Ну, или тоже встречаемость разная. Поведение? Ну, вот, на самом деле, некоторые предлагали модель Апоссума, как модель, что у нас там, каталепсии. Ну, то есть, что-то связанное с каталепсией. То есть... Не, ну, вот это же, если вы сплошь и рядом были, но перелезали... О чем идет речь? О том, что если есть или нет, или объем связи, очень-то, как мы можем это сделать. Ну, это можно переучить. А мы переучить, как раз. Ну, единственное, я знаю, что одна группа предлагает Апоссумов, как модель поведения, характерного при каталепсии. Да, 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 да. Так, ладно, хорошо, модель с каталепсией. Апоссумов, пожалуйста. Ну, вот у меня есть ответ на наш вопрос, Павел Михайлович, почему так это установлено. Потому что к тому времени установлено стабилитация. А, вот, так, да. Все равно мы метамерные животные, несмотря на ценности. Точно, точно. Наши люди по этому поводу метамерить сканяться. С одной массой. Да. А вот это уже должно быть большие координаты. С одной массой. Да, понятно. А вопрос у меня такой. А что-нибудь интересное? А вот тут неровность, еще к тебе, ну, смутану с этой типичной стерилизией. Эти типичные инстанции. Они так называются. Типичная. Восемка, да. Восемка, да. Восемка, да. А-а-а. И они оборачивают толстый. И что тогда происходит с нервными? Ну, это я тут, не знаю. Да, тут. Не могу ответить. Хорошо. А вот те же механизмы работают в посттравматическом прорастании постановления иннервации. И где это ли случаи в экспериментах, когда, например, акцион перепутывает и пророждает нитударь? Ну, в посттравматическом, если... Ну, да. Оно будет во взрослом и, в принципе, немного отличаться. Но, вот, собственно говоря, в недавние публикации они, когда появлялись вот эти... Восстанавливали кортикоспинальные связи, они как раз использовали те же транскрипционные факторы. В качестве этих самых... Да. В качестве индукторов роста этих аксонов. Ну, например, если в эмбриональном, ну, как бы мутации, допустим, по Садби-2, вот, они, они же начинают расти как раз-таки кортикоспинально, ну, то есть берут другой путь. Скажите, пожалуйста. А если я, например, ну, вот я уже выросший, да, организм частично, повредил какой-нибудь нерв, можно ли на периферии с этими факторами направить его, чтобы он рос куда-то? Ну, это тоже, как бы, делалось, но это... Да. Насколько далеко. Я не скажу, на сколько процентов это, да, можно его вырастить. Но это тоже известные работы. Так, еще вопросы? Нет. Спасибо, Дима. Как всегда, замечательно. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ